Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой доклад сегодня будет посвящен профилактике новообразования кожи, ну и роли современных солнцезащитных средств в этом процессе. Здесь, на этом слайде, я попыталась представить все то многообразие предопухолевых состояний и опухолевых состояний, которые мы, как дерматологи, различаем на коже. Это и пороки развития кожи, и предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта, доброкачественные опухоли кожи, рак кожи, слизистый инситу, предраковые заболевания кожи, рак кожи, как опухоли из клеток эпителия, меланцитарные невусы и злокачественные опухоли из клеток, отличных от эпителиальных. То есть вот такое большое у нас есть разнообразие. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что большое количество пациентов, есть разные данные от 70 до 100%, которые имеют злокачественное новообразование кожи, имеют определенный предопухолевый фон. И к предопухолевому фону мы относим как к предраковые поражения, то есть это поражения с морфологическими признаками, с доброкачественным аккантозом, с клеточной атипией, со сглаживанием сосочков дермы, так и предраковое состояние без морфологических признаков атипии. Отдельно хочется сказать про дерматозы, которые, например, сопровождаются сглаживанием сосочков дермы. Здесь у нас идет и дискоидная красная волчанка, и красный плоский решай слизистой оболочки полости рта, и дистрофический булезный эпидермолиз, и поры кератоз мебели, и врожденная поэкилодермия. И все эти поражения, хоть и не относятся классически как к предракам, но они все могут вызывать изменения в эпителии и образовании злокачественных опухолей. Предопухолевый фон в широком смысле – это диффузные изменения кожи, которые вызваны канцерогенными факторами, характеризуются чаще всего атрофией, дисхромией, телеангиэктазиями. В узком смысле это ограниченные очаги пролиферации анопластических эпидермальных клеток, и все это приводит к образованию очагов пролиферации на коже с дегенеративными изменениями. При распространенных злокачественных новообразованиях кожи, таких как базально-клеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома, в предопухолевый фон факторами, которые его вызывают, для базально-клеточной карциномы чаще всего относятся поражение ультрафиолетом, хронические радиационные дерматиты, пороки развития придатков кожи, такие как невуссальных желез ядосона и рубцовая атрофия. Для развития плоскоклеточного карцинома или плоскоклеточного рака кожи чаще всего характерны тоже ультрафиолетовое повреждение, воспалительные процессы в коже разной этиологии, дистрофические, рубцово-фиброзные, доброкачественные гиперпролиферации и хроническое воспаление, а также гипертрофические рубцы. Классические придраковые заболевания кожи делятся на 4 группы. Здесь указаны все группы, но не указаны все те заболевания, которые входят в каждую группу, такие основные из них. Придраковые заболевания опухолевой природы, кератокантома и кожаный рог, повышенная чувствительность к ультрафиолету – это актинический кератоз, пигментная ксеродерма, вирусные природы – это эпидермодисплазия ревандовского люца, гигантская кандилома Бушки-Левенштейна и придраковые заболевания, связанные с действием физических либо химических факторов – это хронические лучевые драматиты, мышьяковый, дегтярный кератоз и другие заболевания. Что хочется показать? Показать хочется редкое заболевание – карциноидный папиломатоз кожи гатрона, который тоже относится к придраковым состояниям. Мы видим разрастание сосочков дермы, которые здесь в приближенном варианте поражаются нижней конечности. Вот такое состояние тоже относится к группе придраковых, но встречается достаточно редко. Что же встречается чаще? Чаще встречается актинический кератоз. И если мы говорим про старшевозрастную группу, то распространенность в возрастной группе старше 50 лет – 56-60%, что в несколько раз превышает распространенность актинического кератоза в более молодой группе, где она составляет от 11 до 27%. По всему миру и в России наблюдается ежегодный рост данного заболевания, связанный, прежде всего, как мы с вами будем говорить сегодня, с инсоляцией, с повышенной инсоляцией пациентов с первым, вторым, третьим фототипом. И вот как раз первый и второй фототип кожи по Фицпатрику и повышенная инсоляция, ультрафиолет-индуцированная мутация в гене-супрессоре опухоли П53 и является патогенетическим механизмом развития актинического кератоза, который вследствие может перейти в плоскоклеточную карциному. Профессиональный риск. Люди, которые связаны с работой с канцерогенами, работа на солнце, либо два фактора вместе, работа с канцерогенными факторами и фотоповреждения, у них риск развития актинического кератоза в 3-4 раза выше, чем в популяции. Что касается плоскоклеточной карциномы. Развитие плоскоклеточной карциномы у этих пациентов зависит от количества очагов. И мы видим, что если очагов до 5, то риск развития – это 1%. Если мы видим, что более 20 очагов, что достаточно часто встречается у наших пациентов, то и риск развития плоскоклеточной карциномы возрастает до 20%. И в 82% случаев у этих пациентов плоскоклеточная карцинома появляется либо в очаге актинического кератоза, либо в непосредственной близи от него. Ну вот пациент, может быть, здесь издали не очень хорошо видно, но мы видим, что на лице множественные очаги дерматоскопически подтвержденного актинического кератоза. Второе заболевание, которым не буду отдельно останавливаться, но которое входит в эту же группу, это актинический хиелит. Аналогичное поражение красной каймы губ, поражается больше нижняя губа. Это связано с тем, что нижняя губа у нас получает больше ультрафиолета, больше инсоляции, поэтому тоже как проявление этой же группы патологий. Частота малигнизации здесь представлена на слайде. Эти данные собраны из разных источников разных статей, и для некоторых из них есть достаточно такая большая разбежка. Но здесь представлены данные и по актиническому кератозу, как мы говорили, при большом количестве очагов. Это 20% и более кожаный рог, хронический рубцовый кератоз 5-6%. Пигментная ксеродерма с дебютом в раннем детском возрасте является облигатным предраком, то есть до 100% развития опухолей кожи. Приконкрозный абразивный хиелит манганоти – это большая очень разбежка по разным авторам от 9 до 42%. Хронический поздний радиационный дерматит – 20%. Ну и кератокантома – тоже достаточно большая разница по разным данным. Это то, что касается предраковых заболеваний. Этот слайд, извините, я пропущу. При меланоме – фоновые состояния. Все мы здесь, дерматологи, прекрасно знаем, что у нас есть меланомоопасные невусы. И к ним относятся пограничный, сложный, голубой, гигантский, врожденный, диспластический. Для сравнения я привела данные из иностранных источников, в частности, данные из учебников США, которые из того списка, который есть у нас, отмечают только диспластические невусы и гигантские врожденные невусы. Остальные варианты они не относят к меланомоопасными, но и отдельно отмечают, что большое количество невусов, это более 25, тоже является фактором риска для развития меланомы как пигментной опухоли кожи. Вообще, если говорить про факторы риска для всех трех основных опухолей кожи, здесь очень много общего и есть свои отличия. Например, ультрафиолет является одним из ведущих факторов патогенеза при всех трех опухолях. Но, например, при базально-клеточной карциномии это интенсивное облучение и хроническая инсоляция, при плоскоклеточной карциномии это хроническая инсоляция, связанная часто с профессиональной вредностью, и меланома – это интенсивное непостоянное облучение, ожоги и использование искусственного света. Здесь мы говорим о соляриях. И однозначно ожоги в детском возрасте статистически достоверно повышают риск развития меланомы в течение всей жизни. И, к сожалению, этот полученный ожог в припубертатном возрасте, вот этот возросший фактор риска дальше в течение жизни мы уже не можем ничем нивелировать. То есть он сохраняется. Мутации генов здесь представлены. Фототип – это первый-второй фототип люди со светлой кожей, люди с максимально низкой защитой, естественной защитой от солнца. У всех наших пациентов наличие злокачественного образования в анамнезе либо наличие злокачественного образования для меланомы у родственников первого порядка является тоже фактором риска. К этим пациентам мы должны относиться наиболее внимательно. Фоновые состояния, на фоне которых могут развиться данные заболевания. Для базально-клеточной карциномы – это хронический радиационный дерматит, пороки развития кожи, рубцовая атрофия, плоскоклеточный рак, воспалительные процессы, гипертрофические рубцы. Ну и меланома – это невусы, хотя, как мы знаем, статистика тоже очень разнообразна от 20 до 80% в разные стороны. Кто-то говорит о том, что меланома чаще развивается из невусов, реже до нового. Кто-то, какие-то авторы говорят, что чаще до нового, реже из невусов. Сойдемся на том, что и так, и так. Поэтому смотрим кожу пациента и смотрим невусы. Почему такая статистика была очень важна? Потому что в один момент многие даже очень цивилизованные, развитые страны пришли к тому, что хотели выработать тактику удаления всех невусов с поверхности кожи человека для профилактики развития меланомы. Замечательный вариант. Да, все удалили, меланомы нет. Как бы с ней справились? Но вот это вот как раз процент тех меланом, которые образуются до нового, он говорит о бесполезности данного метода профилактики меланомы. Поэтому наблюдение, выявление факторов риска, работа на профилактику – это наиболее сейчас активно развивающееся направление профилактики развития именно меланомы. Значит, что здесь показано на слайде? Здесь показано, что для лечения у нас сейчас есть тяжелая артиллерия, прямо такие три большие камня в виде новых препаратов. Но если мы правильно организуем профилактику данных пациентов, то это даст нам возможность не отправлять этих пациентов к химиотерапевтам, не нагружать систему здравоохранения, не проводить дорогостоящие лечения и в целом улучшить не только выживаемость качества жизни пациентов, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому профилактика в данном случае играет, можно сказать, такую вот ключевую роль, перевешивая все достоинства дальнейшего лечения, которое, конечно, сейчас оно на высшем уровне. Значит, что хочется сказать здесь в связи с профилактикой? Конечно, когда мы будем говорить о профилактике, мы будем говорить о фотозащите, потому что видели, что ультрафиолет во всех трех случаях является одним из триггерных факторов, одних из провоцирующих факторов. Фототипы по Фицпатрику так хорошо знакомы и дерматологам. Наверное, онкологи тоже интуитивно понимают, что это такое. Это степень пигментации кожи, количество меланоцитов, способность меланоцита продуцировать меланин как защиту от фотоповреждения. И вот для разных фототипов, начиная с первого по шестое, есть разное время естественной защиты нахождений на солнце. Если мы говорим о нашей проблемной зоне, и наша проблемная зона – это первый и второй фототип, то есть безнаказанно данные пациенты, данные люди, еще не пациенты, которые не являются, могут находиться на солнце 5 либо 10 минут или от 10 до 20, что, конечно, очень мало и практически нашими гражданами не соблюдается, особенно если речь идет о дальних поездках. Более темные фототипы, конечно, могут себе позволить более длительное пребывание на солнце, но тоже есть свои ограничения. Значит, что мы получаем, когда мы пребываем на открытом солнце? Все мы знаем про ультрафиолет B, но забываем, что спектр он немножко побольше, и сейчас очень большое внимание уделяется именно ультрафиолету A, потому что ультрафиолет A составляет у нас 95% всего излучения, вот здесь вот у меня указано, проникает через стекло, и нету пика ультрафиолета A, он распределяется равномерно в течение всех суток, то есть начиная с раннего утра до позднего вечера мы все подвержены именно воздействию вот этого типа ультрафиолета. И если мы посмотрим на схему кожи, то мы видим, что ультрафиолет A – это как раз тот ультрафиолет, который проникает глубже, проникает в дерму. Ультрафиолет B – это то, что проникает у нас в эпидермис, есть пик с 10 до 16, поэтому мы рекомендуем в это время не появляться на солнце, не проникает через стекло, поэтому в этой ситуации наши пациенты могут чувствовать себя защищенными. Но и ультрафиолет C в нормальных условиях задерживается озоновым слоем, поэтому если экологически у нас не подразумевается то, что какая-то есть проблема, то, соответственно, ультрафиолет C мы не видим у наших пациентов. Что же наши пациенты могут делать для фотозащиты? Ну, первое, конечно, что приходит на ум – это экзогенная фотозащита, всем понятная, интуитивно известная. Здесь есть три варианта экзогенной фотозащиты. Это физический экран, и физический экран, он наиболее безопасен. Физический экран – это чаще всего оксид титана, оксид цинка, который, не всасываясь, находится на поверхности кожи, поэтому они спокойны для нас, как драматологов, с точки зрения аллергических реакций, с точки зрения какого-то канцерогенеза внутри кожи. Но физический экран не всегда косметически удобен нашим пациентам, потому что создает такой белесый налет на поверхности кожи, утяжеляет кожу, предотвращает нормальный обмен кожи с окружающей средой, поэтому чисто физические экраны чаще всего используются для детей в педиатрической практике, но и не очень косметически приемлемы для всего населения. Химические экраны – это вещества, которые мы сегодня про них немножко поговорим, которые предотвращают те нежелательные явления, которые вызывают ультрафиолет внутри кожи. Ну и смешанная защита на данный момент, наверное, являющаяся наиболее часто распространенной, это смесь физического и химического экрана в разных соотношениях. По поводу химических экранов, большая идет дискуссия среди дерматологов о том, насколько может нанести химический экран вред. Все-таки это химическое вещество, которое находится на коже. Это токсикоаллергические реакции, это возможность канцерогенеза, поэтому вещества, которые входят в химический экран, очень тщательно исследуются и регистрируются различными регулирующими органами. Реже, когда мы говорим про фотозащиту, мы вспоминаем про эндогенную фотозащиту, и действительно большое количество препаратов, содержащих антиоксиданты, такие как токоферолы, это витамин Е, аскорбиновая кислота, витамин С, бета-каротен, они обладают выраженным антиоксидантным действием, могут нивелировать воздействие солнечного света. Поэтому назначение таких препаратов в виде витаминных комплексов, биоактивных добавок тоже имеет свою роль в фотозащите. Говоря об экзогенной фотозащите, про СПФ, наверное, мы все уже знаем. Это солнцезащитный фактор, который указывает, во сколько раз дольше по времени мы можем находиться под солнцем без получения ожога, когда используем данное средство со значением СПФ по сравнению с отсутствием солнцезащитного средства. Мы видели время естественной защиты, то есть если это 10 минут, то мы можем умножить на фактор СПФ с 15 и получить 150 минут, когда у нас пациент может находиться на солнце с этим защитным средством. Второй индекс, который новый появляется, это индекс ППД. Чаще всего на упаковке он обозначен просто значком ультрафиолет А, и все современные средства, они комбинированы, они имеют СПФ и ППД. И это индекс, который обозначается в процентах количества заблокированных ультрафиолетовых лучей, потому что на ультрафиолете А минимальную эритемную дозу не появляется, ее не измерить, поэтому применен совершенно другой индекс. В чем есть небольшое лукавство с точки зрения этих индексов, в том числе сейчас хорошо очень изучен индекс СПФ? Потому что вот этот СПФ 50, 30, 15, то, что мы видим в упаковке, на упаковке это рассчитывается из расчета концентрации при нанесении 2 мг на 1 см квадратной кожи. И действие этого солнцезащитного крема чаще всего происходит в течение первых двух часов после нанесения. Что же происходит в действительности? Чаще всего наши пациенты наносят от полумиллиграмма на сантиметр квадратный тело до 1 мг. И если рассчитывать, там нету прямой корреляции, там есть другая зависимость по закону Ламберто-Бера. И если мы снижаем концентрацию с 2 до 1 мг, то защита СПФ 50 сразу же падает до защиты СПФ 7. Поэтому вот здесь немножко такой есть момент тоже психологический, когда наш пациент наносит солнцезащитный крем и чувствует себя абсолютно безопасным, нарушая все правила нахождения на солнце. То есть уходит под солнце и там находится длительное время. Поэтому здесь тоже с точки зрения дерматологов это большой такой работа просветительская с нашими пациентами о том, что, к сожалению, нанесение солнцезащитных кремов, оно не дает возможности пациенту в общем-то не соблюдать другие правила нахождения на солнце. Что еще очень интересно, сейчас большая очень дискуссия по поводу витамина D, который действительно необходим. Мы, как жители Санкт-Петербурга, находимся в зоне всегда дефицита витамина D в связи со сниженной солнечной активностью. Так вот, пациенты, которые постоянно используют фотопротекцию, тоже попадают у нас в группу риска по снижению концентрации витамина D, потому что выделяется он в коже под воздействием ультрафиолетового излучения. Поэтому пациентам необходимо при постоянной фотопротекции добавлять до 600 международных единиц витамина D в рацион в виде биологически активных саплиментов или добавок, а для пациентов старше 71 года эта доза может даже возрастать до 800 международных единиц. Значит, что могут современные средства солнцезащиты? Здесь мы будем говорить про химические защитные свойства. Это предотвращение выработка супрессора раковых заболеваний P53. Если мы вернемся к той таблице, где мы видели все три вида опухолей, при всех при них вот этот вот фактор, он активен, поэтому наши солнцезащитные средства могут это предотвратить. Предотвратить выработку альфа-меланоцид-стимулирующего гормона и иммунодепрессивного медиатора интерлейкина-10. Могут снизить окислительный стресс и предотвратить выработку матриксных металлопротеиназ. Это ферменты, которые раньше назывались коллагеназами, которые способствуют разрушению коллагена, и других ферментов, таких как каталаза, супердиоксид, дисмутаза. В плане назначения эндогенной фотопротекции, иногда ее в статьях называют иммунофотопротекцией, и вот никотинамид, витамин В3, сейчас такой является одним из широко исследуемых препаратов, которые можно назначать. Применение эндогенной фотопротекции может быть связано с большей комплоентностью пациента, действительно более длительное по времени. И вот в исследованиях, в фазе третьей рандомизированного исследования назначался пациентом витамин В3 в дозе 500 мг в день. В течение 12 месяцев другой группе пациентов назначалось плацебо. На графике мы видим, что имелось снижение риска развития немеланомного рака кожи у пациентов. Группа пациентов была подобрана, имеющая уже злокачественное образование кожи в анамнезе, и не только, точнее, не одно, а два или более эпизода за последние пять лет. То есть это группа риска. И никотинамид, за счет чего он действует? За счет того, что он улучшает восстановление ДНК в поврежденную ультрафиолетом лучами кожи и такое вот перспективное направление для использования тоже у наших пациентов. Приходя к заключению, хочется сказать, что большое количество больных раком кожи имеют предопухолевый фон. Среди факторов риска появления и дальнейшего прогрессирования ведущую роль занимает ультрафиолетовое облучение. Использование фотозащитных средств, назначение их пациентам играет очень важную профилактическую роль. Современные средства состоят не только как... Можно использовать средства не только для экзогенной, но и для эндогенной фотопротекции. И действуют многие средства современные на уровне поврежденной ДНК. И меры, предпринимаемые с целью профилактики развития злокачественных новообразований, могут в конечном итоге привести к снижению летальности, то есть спасти нашим пациентам жизнь. Спасибо вам за внимание. Хотела отдельно обратить внимание о том, что на базе нашей кафедры был год назад открыть центр дерматоонкологии, так как кафедра у нас дерматологии, соответственно, мы не претендуем на лечение онкологических заболеваний. Но профилактика и ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи – это то, что должно ложиться на плечи дерматологов и других специалистов для того, чтобы наши пациенты в конечном итоге реже попадали в онкологические маршрутизацию. И если они попадают туда, то на ранних стадиях, когда у них очень хорошие перспективы на пятилетнюю выживаемость и на сохранение качества жизни. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Анна Александровна. Уважаемые коллеги, будьте добры, ваши вопросы. Будьте добры. Ткачук Ольга Анатольевна, доцент кафедры онкологии, Новосибирский государственный медицинский университет. Анна Александровна, вы сказали, что в Санкт-Петербурге мало солнечной инсоляции, в Новосибирске тоже самое, очень мало солнечной инсоляции. И наши коллеги и пациенты любят, еще не пациенты, любят посещать в зимнее время теплые страны. Пожалуйста, Анна Александровна, прокомментируйте, как нам на это реагировать. Это положительно, что они витамин D будут получать? Или все-таки это отрицательно? И кто все равно хочет это делать? Какие-то, может быть, им рекомендации? И второй вопрос по поводу дерматоскопии. Какова ее роль в диагностике меланомы, на ваш взгляд? Спасибо. Спасибо большое. Значит, оба вопроса, они абсолютно вот на пике актуальности. Мы всегда их слышим, мы их всегда проговариваем. И если бы был четкий, однозначный ответ, то всегда, конечно, бы вы его нашли в пособиях. Так, вопрос загара для пациентов с первым-вторым фототипом кожи, он всегда очень проблемный, потому что мы как дерматологи. Вот когда меня спрашивают, раньше я немножко так колебалась, мы как дерматологи однозначно говорим, что ультрафиолетовое облучение это скорее вред, нежели польза. И если действительно у наших пациентов наблюдается дефицит витамина D, который сейчас выявляется специальными анализами крови, то вот именно добавки его в виде пищевых добавок, в виде препаратов, которых большое количество существует на рынке, часть из них лучше всасывается хуже, но тут уже такие свои тонкости. Это более физиологически оправдано, нежели нахождение пациента с первым-вторым фототипом в зоне инсоляции. Вот доктор-драматолог из Москвы меня не даст соврать, потому что первый-второй фототип кожи, к сожалению, имеет очень мало защиты от ультрафиолета, и перемещение данных пациентов в экваториальную зону, то есть это африканские страны, это страны побережья Средиземного моря, превышает те резервные возможности, которые есть у кожи данного пациента на защиту. Поэтому да, говорим, что, к сожалению, солнца у нас мало, да, может быть дефицит по витамину D, проводим анализ, назначаем препарат и максимально стараемся оберегать всё-таки таких пациентов от солнца. Вторая вещь, которая сейчас ещё в этом вопросе очень дискутируется, потому что наши пациенты очень тоже такие хитрые, вот, они говорят о том, что психологическая зависимость есть от солнечного света, от освещенности, потому что мы также, мы в меньшей степени находимся, но, например, в северо-западном федеральном округе есть арктические зоны, где есть полярная ночь, там люди находятся в дефиците просто светового дня, вот, и использование соляриев с профилактикой вот этого, больше такого психологического дефицита, тоже, опять же, как врачи-дерматологи, мы настаиваем то, что искусственное освещение, искусственная инсоляция нехорошо влияет на кожу. К вопросу дерматоскопии. Дерматоскопия сейчас настолько плотно вошла в арсенал дерматологов, что мы уже себя не можем представить без дерматоскопа. У каждого дерматолога, не совру, вот у меня тоже в дамской сумочке всегда с собой есть дерматоскоп. Это входит, во-первых, в стандарты оснащения кабинета дерматологов, стандарты оснащения кабинета косметолога, что тоже очень хорошо, потому что многие наши коллеги работают в косметологической практике, но они встречают наших пациентов, и они могут действительно провести дерматоскопическую диагностику. Это метод визуальный, это метод субъективный, метод, в котором разработано много стандартов для меланоцитарных образований, и еще мало разработано для немеланоцитарных, хотя сейчас очень большие попытки и наши классические дерматозы тоже уложить в дерматоскопическую картину. Метод, который позволяет, наверное, заподозрить и направить пациента, ни в коем случае не являясь методом окончательной диагностики. Все-таки биопсия на данном этапе, по крайней мере, ну мы не говорим сейчас о лазерной сканирующей, оконфокальной микроскопии, но дерматоскопическая диагностика не является методом окончательной диагностики, но это хороший метод для того, чтобы заподозрить и не пропустить.